22 человека, побывавшие в зоне АТО и сбежавшие от пуль, снова возвращаются домой в Луганск и Краматорск. Почти три недели родители с больными детками проходили лечение в реабилитационном центре Николаева. Возвращаются с удовольствием. Говорят, дома всегда лучше. Правда, вернуться на родину могут только жители Славянска и Краматорска, где уже окончились бои. Настроение хорошее, потому что дома не бомбят. А те, кто с Донецка, они поехали дальше в Хаджибей, а дальше не знают куда. Поэтому так. Детки, они еще неосознанно, они не понимают, что там стреляют или бомбят. И родители стараются их прятать. Поэтому неосознанно. Осознанно это мы уже, взрослые, когда понимаем, что там стреляют, убивают. По словам директора департамента соцзащиты Одесской области Ирины Маркевич, уже решен вопрос компенсации беженцев из восточных областей страны. Предусмотрена она в сумме для нетрудоспособных членов семьи и детей. Это пенсионеры, инвалиды, люди, которые ухаживают за инвалидами. И детям до 18 лет – это 884 гривны. Для трудоспособных – 442. Такая помощь будет выдаваться в течение полугода. А вот трудоспособные, но не работающие граждане получат деньги только за два месяца. Ирина Маркевич говорит, для оформления такой помощи необходимо, по сути, лишь заявление от одного члена семьи. В Одесской области беженцев, которым бы понадобилась такая помощь, около 13 тысяч человек.